всем привет это блог спорта день за днем я тимур валеев ну что три очка сборной россии на евро уже не кажется таким провальным результатом да это уже становится неприятной традиции что российские клубы в квалификации еврокубках слабо себя проявляют в прошлом сезоне достаточно быстро завершили свое выступление ростов и динамо на этот раз спартак ничего не смог показать против бенфики совершенно слабо проявил себя рубин который не смог забить ни одного гола и честно говоря очень жаль было что вылетел сочи который проиграл партизану только в серии пенальти и дважды в белграде выходил вперед и трижды если брать внимание еще и первую игру пожалуй только команда владимира федотова могла рассчитывать на то чтобы идти дальше вполне возможно даже дойти до группового этапа лиги конференции турнира где действительно нашим клубом хоть что-то да реально светит эти матчи показывают что уровень футболистов которые играют в рпл не позволяет рассчитывать на успехи в еврокубках то есть вы видели оставим за собой копки пока сочи но неплохой подбор игроков у спартака эта команда за ним занявшие второе место в прошлом сезоне плюс мы много говорили о том что здорово укрепился рубин у него потрясающая команда потрясающий подбор игроков и удивительных вичиков расхеля но как мы видим и такой подбор игроков не позволяет нам добиваться успеха напротив против команд которые по сути то части равны нам по уровню то есть в таблице в рейтинге фифа мы не не вы по уровню лиги мы недалеко ушли от той же самой польши например пожалуй только владимиру федотову удается выжить максимуму своих футболистов мы знаем что сочи даже для уровня премьер-лиги укомплектован не так чтобы очень сильно и при этом мы помним все что команда комплектовалась игроками которые до этого кому-нибудь обязательно не подошли и в этих условиях удивительно что вообще удалось вывести команду премьер-лигу что оценивает его исключительно как сильного специалиста и на самом деле уровень специалистов это одна из проблем которая есть даже в футболе один из немногих кто может выжимать максимум из игроков это станет лавчер чесов что он показывал в сборной исходя из предыдущих результатов можно высоко оценить курбана бердыева но он уже достаточно давно не работал среди остальных много специалистов которые не способны выполнить задачу выживать максимум из своих футболистов и даже поработавший в англии в голландии ленис луцкий к сожалению смог ничего противопоставить польской команде которая у которой нет более сильных игроков но есть банально четко и понятная футболистов философии и принципы игры за счет которых они по сути переиграли рубин который комплектован намного сильнее таких тренеров у нас в россии очень много то есть аналогично можно вспомнить здесь и кирилла новикова который вылетал с динамо в прошлом сезоне и игоря черевченко который с арсеналом не смог ничего сделать и олега конанова с спартаком чуть лучше проявил себя следить перечисленный кстати мурат мусаев да с краснодаром который хоть какие-то какую-то победу одержал и при даже не одну и собрать еще и квалификацию это неплохой результат я считаю вот но я бы не списывал неудачного результата в евро кубках только на низкий уровень тренеров только футболистов потому что тут это все в комплексе хорошо сказал илья штеблов интервью спорта день за днем у нас все в нашем футболе примерно на среднем уровне и вот мы возвращаемся к тому что сперва черчесов а теперь и карпин просят для сборной россии лишние тренировочные дни просит перенести тур премьер-лиги чтобы чуть-чуть подольше поработать с национальной командой зачем ну потому что хоть чтобы чуть-чуть повысить шансы сборной россии на успешные результаты почему другие страны так не делают ну кого-то нет возможности кому-то это не нужно но если у нас есть такая возможность если уэфа ничего против этого не имеет то стоит использовать такую возможность конечно карпин это не черчесов который же показал что может выжимать максимум своих футболистов если чуть-чуть подольше с ними поработает но видимо карпин понял что этим временем можно воспользоваться и понял как этим временем можно воспользоваться пусть работает тем более что сборная россии и без оценки уровня игроков есть свои сложности по сути сборники которые играли основные роли на евро сейчас нулевые из трех нападающих которые ездили на евро только заболотный более себя удачно проявил на старте сезона но у него сейчас травма соболев и дзюба находятся в ужасной форме и похоже что в допадении придется играть ерохину который на удивление шикарно начал сезон и по сути проявляет себя сейчас лучше всех пример легий из российских футболистов а возвращаясь к оценке уровня игроков надо сказать что нашим футболистам не хватает лидерских качеств это сейчас многие тренеры отмечают что есть такая проблема у молодых которые выходят из академии даже начинают играть премьер-лиги то есть эта проблема всероссийского масштаба многие удивились когда николай рассказывал в интервью сказал что странно что изначально спортаку нечего было ловить против бенфики многие посчитали что таким настроем нельзя выходить на поле и вообще быть серьезно большой команде но это на самом деле отражение двух проблем во первых ну рассказов сказал правду так она и есть на самом деле вот а во вторых слов рассказывал видим что наши футболисты даже ментально не готовы соперничать с такими командами как бенфика вот потому что они видели там на уровне на уровне 18-20 лет что эти футболисты уже превосходят нас по уровню то есть даже на молодежном евро мы увидели что вроде даже против команды да не ловить нам нечего чушь говорить против такой серьезной громады как португалия вот получается что чтобы добиваться каких-то результатов на высоком уровне нам надо проводить мини сборы перед каждой паузы на матче сборных это у нас минимум тренеров которые способны вытянуть из этого максимум пользу большинство зависимо сильно зависимо от уровня игроков которые у них есть но надо надо чтобы тренеры могли выжимать максимум своих футболистов это как раз таки показатель сильного тренера которым я как я уже отмечал можно отнести как черчесова так и федотова очень жале лично мне что не удалось пройти дальше сочи в лиге конференций потому что тогда вы больше внимания сейчас уделяли федотова так он к сожалению попадает пока что ну для большинства людей подать в одну категорию со слотским с рубином ну в общем со всеми кто провалился хотя по игре пожалуй из всех трех уже сыгравших команд наших еврокубках на сочи было смотреть приятнее всего это было бы намного более осмысленный футбол вот но кстати говоря не все так плохо на самом деле надо просто принять принять положение уровень нашего футбола сейчас а он как я уже сказал и как подтвердил и яштиблов достаточно средний по отношению к другим европейским стран надо это принять анализировать ситуацию искать выходы и много много работать по всем направлениям развития футбола как это сейчас на самом деле делать рфс вот и и на этой позитивной ноте я предлагаю закончить сейчас вроде как все потихоньку потихоньку но меняется в лучшую сторону вот но результаты в еврокубках по щелчку пальцев не изменятся не улучшится это будет длительный процесс я рад что российский футбол уже движется в верном направлении как я это вижу не нужно этого мешать не нужно никаких резких решений принимать потому что сейчас все делается как раз таки правильно развивается долгосрочная перспектива которая из которой мы очевидно в будущем выберемся победителями я верю в российский футбол спасибо вам подписывайтесь пока